Короткая история одной из участниц моего тренинга. Она крутилась возле зеркала и думала о том, что это платье идеально ей подходит. Но цена, цена... В какой-то момент цена взяла вверх, и она оставила это платье в примерочной. Затем она шла, и мысли были в её голове такие примерно, что это же такое классное платье, нужно было его взять, оно идеально мне подходит. И она не заметила, как начала произносить эти слова вслух, которые услышал её супруг, который шёл с ней рядом. И он сказал ей, ну слушай, если тебе так понравилось платье, давай купим, у нас есть деньги. На что она ответила, ну это слишком дорого для меня. Через какой-то момент он сказал ей слова, которые поменяли её отношение к себе раз и навсегда. Если ты не любишь себя, почему я должен тебя любить? Любовь к себе и наше отношение к себе закладывается в раннем детстве. Мы, когда были детьми, видели в отражениях родительских глаз то, как они к нам относятся. Как они нас называют? Умничкой, красавицей, молодец, ты такая здоровская. Или ты тупая, бестолочь, некрасивая. Кто тебе такой замуж возьмёт, и руки у тебя растут не из того места. К сожалению, это правда очень многих людей. Горькая правда. И вырастая, эти люди продолжают сомневаться в себе, в своей идеальности, в том, что они что-то правильно делают. Им кажется, что они должны зарабатывать одобрение, любовь к себе, как-то доказывать это. И даже прошло уже много лет, но отголоски родительских слов сидят в их подсознании больной занозой. Можно сказать, что родители – это как зеркала, в которые маленький ребёнок смотрится и воспринимает себя через эти зеркала. Но нередко родители в силу своих каких-то психологических травм являются кривыми зеркалами. И многие из нас с вами воспитывались в королевстве кривых зеркал. Что же делать? Все очень просто. Нужно влюбиться в себя, по-настоящему полюбить себя. Спросите себя, когда вы любили по-настоящему кого-то, как вы относились к этому человеку? Я предположу, что вы не замечали его недостатков и очень сильно фокусировались на его или её достоинствах. То же самое нужно сделать по отношению к себе. Наверное, вам будет это тяжело сделать, и вы скажете, ну, ёлки-палки, я же замечаю свои недостатки. Вот у меня лишний вес, я не такая красивая, там, кривые ноги, ещё что-то, что-то не умею, не знаю. Я скажу вам, что вы продолжаете смотреть на себя теми глазами травмированного ребёнка, находиться в королевстве кривых зеркал и смотреть на себя глазами комплексов. Вы ведь не знаете себя настоящее. Если всё детство или, может быть, юность, может быть, даже учительница или бывший парень-абьюзер говорил вам, что у вас руки из одного места растут, что вы никакая «Да кто тебя полюбит, если я тебя брошу?» И мы начинаем в это верить и видеть себя именно такой, сфокусируясь на своих недостатках. Вы не знаете себя настоящее. И я приглашаю вас сегодня на первое свидание с самой собой, на романтическую встречу. Возможно, не всё было идеально у вас с вашими родителями в детстве. Может быть, у вас вообще не было родителей, но это не важно. Потому что у вас есть вы, такая, какая вы есть, самая настоящая, родная. И нашему внутреннему ребёнку, который есть у каждого из нас, без разницы, от кого он получает слова похвалы и поддержки, от любимого мужа, от родителей, от окружающих или от ещё кого-то, либо же от самого себя. У вас есть вы, и это самое главное. И сейчас я приглашаю вас сделать одно очень важное и очень трогательное упражнение. Для кого-то из вас оно будет действительно открывающим дверь навстречу к самой себе. Для кого-то оно, может быть, пройдёт незамеченным. Но я приглашаю вас сделать упражнение это. Для этого возьмите, пожалуйста, обычное зеркало прямо сейчас. Оно вам понадобится для того, чтобы сделать это практическое упражнение буквально 1-2 минуты. Возьмите зеркало, посмотрите внимательно на отражение себя в этом зеркале и увидьте в этих глазах не того человека, которого вы привыкли видеть, а глаза маленького ребёнка, который живёт внутри вас, который очень хочет быть принятым, который очень хочет, чтобы его любили, оберегали, защищали, ценили и слышали его желания. Увидьте глаза маленькой девочки или маленького мальчика. Установите с ними контакт, такой, какой он есть. Может быть, для вас это пока сложно. Может быть, ребёнок внутри вас где-то спрятался и не хочет выходить наружу, потому что долгое время он слышал от вас лишь критику внутреннюю, слышал какие-то слова неодобрения. Но всё равно сделайте этот шаг навстречу. И буквально 30 секунд поговорите с ним. Это не шизофрения, не бойтесь. Этот ребёнок живёт внутри каждого из нас. И даже под гипнозом, если человека возвращать в детство, у него даже меняется голос, и почерк становится такой же, как в том возрасте. Увидьте глаза этого внутреннего ребёнка и скажите какие-то самые важные слова, которые он сейчас хочет слышать от вас больше всего, которые так долго и систематически он не получал в том детстве, в котором он был и жил. Это может выглядеть примерно так. Костя, привет! Я тебя очень люблю. Хочу сказать, что ты самое ценное, что есть у меня. Ты классный парень. Ты замечательный мужчина, муж и отец. Ты красивый, ты умный. Мне очень нравятся твои глаза. Я ценю твоё умение говорить перед камерой. Я ценю твою храбрость, смелость. Не всё идеально. Ты не идеальный, ты не должен быть идеальной. Но ты такой, какой ты есть. Я люблю и принимаю тебя такой, какой ты есть. Ты самое ценное, что есть в моей жизни. И можете поцеловать своё отражение в качестве такого некого посыла. Сделать этот жест любви и принятия по отношению к тому ребёнку, которого вы видите в отражении в зеркале. Поймите, что именно вы находитесь сами с собой 24 часа в сутки. Именно вот ваши руки, ваши глаза, ваши ноги носят вас по всему городу. Руки делают то, что вы делаете. Глаза смотрят, устают. Ваше тело самое родное, что у вас есть. Вот прям погладьте себя. Можете обнять себя и посидеть в таком состоянии буквально полминуты для того, чтобы почувствовать, что вы – это вы. Возможно, поначалу вам будет сложно это сделать, потому что это как-то кажется бредово. Но постепенно вы всё больше и больше будете прислушиваться к своему внутреннему голосу, слышать его и понимать, чего хочет та внутренняя девочка или тот внутренний мальчик в данную секунду. Это очень просто. Когда вы подходите к холодильнику, открываете и думаете, что мне поесть, спросите себя, назовите по имени там, например, Танечка, а что ты хочешь сейчас поесть? Когда вы думаете, как провести свободное время, спросите себя, «Маш, ты хочешь сейчас просто полежать, посмотреть сериал или ты хочешь поспать?» Вот через «хочу» ваш внутренний ребёнок начинает постепенно проявляться внутри вас. И каждый раз, когда вы начинаете прислушиваться к этим «хочу», через действие проявляйте свою любовь, потому что любовь – это действие. Когда мы чистим зубы по утрам, мы любим свои зубы через действие. Когда мы целуем наших детей перед ночным сном, мы любим их через действие, через сказку, через поцелуй. То же самое делайте по отношению к самой себе. Балуйте себя, радуйте себя, оберегайте себя от какой-то критики посторонней. Но здесь может возникнуть такой тонкий нюанс. Хорошо, Кость, а где грань между любовью к себе и эгоизмом? Грань очень простая. Эгоизм – это то, когда есть внутреннее ощущение, которое говорит, что «я достойна лучшего, чем другие». Любовь к себе – это внутреннее ощущение, что «я достойна лучшего, так же, как другие». Улавливайте разницу. Конечно, легко любить себя, когда у тебя идеальная внешность, когда ты знаешь несколько языков, когда у тебя все хорошо получается и ни к чему придраться. Мы говорим не о том, чтобы сфокусироваться только на своих позитивных качествах и не замечать недостатки. Истинная любовь – это когда вы принимаете себя даже со своими якобы недостатками, а на самом деле особенностями. Понимаете, когда вы принимаете себя со своими недостатками, например, у меня рост всего лишь 169 см, у меня не все идеально с внешностью, я не знаю множество языков, я не идеален во многих областях. Поймите, нас может обидеть только то, с чем мы внутренне согласны и что внутренне не принимаем. Поэтому у вас нет другого пути, как начать принимать себя такой, какая вы есть, даже со своими совершенствами, как вам кажется, и несовершенствами. А если у вас не получается даже в голове это сделать, и вы думаете, нет, я не могу себя принять с этим, как я могу себя принять вот в таком виде, с такими особенностями, с такими качествами, спросите себя, а что лучшее – пылесос или утюг? Какой цвет красивее? Золотой, белый или зеленый? Какое животное нужнее в природе – лев или жираф? Какое дерево лучше – береза или ель? Поймите, это наш, травмированный в детстве родительскими установками, ты никчемная, ты плохая, никто тебя такую замуж не возьмет, откуда только у тебя руки растут. Наш мозг продолжает разделять мир на хорошее и плохое, на красивое и некрасивое. В мире уже все совершенно, и вы совершенно такая, какая вы есть. Покиньте это королевство кривых зеркал. Вы уже совершенство здесь, сейчас. Почувствуйте это. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, здесь интересно.